Котики, всем снова привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем продолжать играть в мобильную аватарию. Видео будет не совсем большим, потому что сегодня у нас должна состояться только одна лишь встреча в доме Филиппа. Северус должен принять деньги от Филиппа, которые он ему передал за наше в кавычках спокойствие. Недолго было это спокойствие. Филипп зашел первый! Блин, нет! Привет! Ты пришла! Я думала, Даниэль зайдет впервые! Что ты так рано-то? Филипп пришел пораньше, он пришел пораньше на 5 минут, получается. У нас всегда здесь так все происходит. Вот кто не должен прийти, тот обязательно придет. Ребята, я не знаю, ну ладно, мне уже не так страшно сейчас, потому что дело близится к концу, я надеюсь. Филипп мне пока никак не может угрожать. Если начнет, то с минуты на минуту должен прийти Даниэль. Даниэль, вот он, Филипп меня спрашивает, а где твой муж? Мой муж должен уже был зайти, почему он не пришел пораньше? Он же должен знать то, что я всегда готовлюсь пораньше. Возможно, случились какие-нибудь трудности и не получилось зайти пораньше. Я, если честно, до сих пор удивлена то, что Филипп хочет вернуть ему деньги, ну то есть это совсем не похоже на него, может здесь есть в чем-то подвох, пока я не знаю, ребят, в чем подвох и будет ли он, или он просто ему реально отдаст все средства и все. Мне кажется, он испугался. Даниэль не может испугаться получить свои деньги назад, это наоборот для него, как бы, да ему пофиг на эту маленькую сумму, я так поняла, потому что он вообще о ней даже уже не говорит, он не хотел, это я его заставляю получить свои деньги назад, ну ибо это, ибо это неправильно, ребят. Филипп, тебе не стыдно было деньги от незнакомца-то принимать? Я бы вот постеснялась, да у меня бы и такой ситуации никогда не было. Это же надо было докатиться до такого, чтобы требовать реальные деньги, чтобы оставить в покое. В жизни такая ситуация может явно случиться у какого-нибудь неблагополучного человека, который там может быть алкоголик, что ты хочешь услышать? Я хочу услышать правду, Филипп, зачем ты все это делаешь? Зачем мы тебе? Зачем ты достаешь всех моих приятелей? И уж тем более, как ты мог принять деньги от незнакомца? Да, мне было неловко. Я же готов вернуть, но еще не факт, что ты их вернешь, вот как вернешь, тогда и будем продолжать разговаривать, а пока это просто пустой звук. Давайте спросим Филиппа, для чего он нас преследует. Мне очень интересно узнать, зачем он нас преследует? В особенности он стал преследовать моего мужа, что меня тревожит, я уже скоро ревновать начну, я хочу вернуть тебя просто. А меня он хочет вернуть, ну посмотрите, размечтался. Филипп, прошлого не вернуть, надо жить дальше, надо развиваться, искать себе новую девушку, если тебе так нужна девушка в аватаре. Посмотри, посмотри, сколько красивых аватарчик. Все мои попытки найти здесь девушку безуспешны. Да, ты будто пробовал. Те попытки, когда я вам мешала, они не считаются. Ты до этого, до моих доставаний, неужели ты не мог себе найти ту единственную? Я постоянно их сравниваю с тобой. А вот это, конечно, делать не надо. Да это, во-первых, будет обидно твоей партнерше, когда ты начнешь сравнивать ее со своей бывшей, там, или с какой-нибудь другой девушкой. Да с кем угодно, это будет ей не очень приятно. Даже если она твоя сестра, это будешь ее сравнивать. Никому не нравятся сравнения, особенно нам, девочкам. Давай начнем все сначала. Никакого начала уже не будет, Филипп. Давай начнем с конца. Давай попрощаемся и все, и разойдемся, как в море корабли. Я не хочу, потому что с тобой ничего больше начинать. У меня нет желания. Даже если бы я была одна, даже если бы я была свободна, я бы не согласилась с тобой встречаться в аватарии. Потому что ты просто невыносимый человек. Ты обманываешь людей. Даже вот когда он говорил, что он справится, он нифига не исправлялся. Он продолжал обманывать, а мне врать в глаза. Это нехорошо, Филипп. Это очень нехорошо. Мне поступали жалобы на тебя. Люди подтверждали с Каринами. Паспорт твой показывали. Они подтверждали, как ты их обманывал. Хотя мне говорил, что не будешь больше никого обманывать. Ну что с такой это? Может он думает, ему это все так с рук сойдет. И его никто не достанет. Почему ты так ненавидишь меня? И он еще спрашивает. Ну вот я только что это озвучила. Надо ему это все то же самое написать сейчас. То, что он обманывает людей. Он обманывает меня. Всех вокруг. Он нехороший человек. А я не хочу встречаться с нехорошими людьми. Потому что он будет продолжать мне просто тупо врать. Я не хочу жить во вранье. Не знаю, как другие девочки на это соглашаются. Он же якобы им всем правду изливает. Сразу говорит, что он такой, какой он есть. Но мне не нравится. Мне не нравится такое отношение. Список Филипп бесконечен. И продолжать я могу здесь до ночи. Опа, Даниэлька подошел. Даниэль пришел. Ну ладно, не опоздал. Но пораньше бы мог прийти. До боев, братских поединков не дошло. Но все могло быть. Все могло быть. Простите, я немного опоздал. Да, Даниэль, не опаздывай больше. Что-то вдруг здесь могло бы произойти убийство, пока тебя не было. Естественно, я бы убила Филиппа. Уже бы не вынесла бы сидеть здесь. Твой клоун в маске пришел. А вот чего он начинает оскорблять? Посмотрите, Филипп Первый начал его оскорблять. Почему ты начинаешь? Он сам является источником негатива. Наезжает. Ему Даниэль даже плохого слова не успел еще сказать. Наверное, не успел. Нет, ребят, опасно доходиться между двух огней. Поскорее бы все закончилось и уйти. Я надеюсь то, что Филипп не обманет. И он действительно вернет деньги. От тупого петуха я слышу. Даниэль, ну ты, ты куда? Не надо, Даниэль. Пришел меня оскорблять в мой дом. Да, Филипп, ты совсем офигел. Ты первый начал вообще-то наезжать на Даниэля. Ой, я в шоке. Посмотрите, твой клоун в маске пришел. Это нормально, так пришел меня оскорблять в мой дом. То есть тебе можно оскорблять моего мужа в своем доме? Давайте тогда пойдем ко мне. И никто никого не будет оскорблять, если у вас такое вот понятие. То твой дом можешь оскорблять кого угодно. Я так не считаю. Вы никого не должны оскорблять. Это же плохо. Испугался своей девушки. Нет, Даниэль, я вижу, он держится. Он не пишет никаких гадостей. Ну хотя, может, ему личные сообщения пишут. Я не знаю, надеюсь, нет, Даниэль. Пожалуйста, будьте мне и Филиппа. Не надо до его уровня опускаться. Ладно, поговорим еще. Давай я верну деньги. Их, какой поговорим еще? Мы заканчиваем. Филипп, всего, оставь меня и моего мужа в покое диктовался. Личные сообщения он требует продиктовать там какой-то номер, наверное. На какой должен поступить платеж Даниэлю. Это безобразие полное. Они сами-то... Почему они общаются? Филипп, тебе что надо от моего мужа-то? Но после этого мы точно можем спокойно удалить Филиппа. Эта пауза меня пугает. Ребята, они молчат. Я не знаю, чем они общаются. Личные сообщения. Даниэль со мной тоже не будет делиться. Он считает то, что не должен со мной делиться такими вещами. Типа его разговоры. Это его разговоры. Я сам все смогу решить. Ну вот сам я вижу, как ты сам все решаешь. Деньги налево и направо раздает. Нормально так. Если что, я продиктовала. А, нет, уже продиктовала. Я думаю, что они молчат. Общаются там что ли? Почему он даже со мной так долго не общается, как с Филиппом? Представляете, у Филиппа план забоевать моего мужа. Со мной не получилось, так мужа будет отшивать теперь. Без понятия, что на уме Филиппа. Явно он что-то задумал. Но посмотрите только в его глаза. Он все в этих муртальных очках. Перевел. Что перевел? Все? Все нормально? Мне страшно. Ребята, почему мне так страшно? Но там больше на 100 рублей. Что за приколы? Филипп, зачем ты перевел Даниэля на 100 рублей больше? Ты вообще офигела что ли? Почему нельзя все по-человечески сделать? Зачем на 100 рублей больше? На 100 рублей меньше? Мне не жалко, купишь лимила мана за меня. Ой, спасибо, благодетель-то какой. Посмотрите, как выпендривается. Ну, посмотрите, как выпендривается. Ребята, я не знаю. Он думал, что я сейчас брошу Даниэля и скажу, вау, ты кинула ему на 100 рублей больше. Какая щедрость. Теперь оставьте меня в покое. Да, пожалуйста, пойдемте ко мне домой. Я не знаю, ребят, надеюсь, Даниэль сейчас, я ему тоже напишу, чтобы он перевел назад эти 100 рублей. И они так и будут перекидывать деньги. Знаете, кто больше? Что за бред? Ну, что за бред, мальчики? Пойдемте к себе домой. Я в шоке от Филиппа. Я в шоке. Мне кажется, он перевел бы и больше. Он знает то, что Даниэль взрослый человек. Он вернет ему сейчас средства. А вот эту показуху устраивает только из-за меня. 100% это показуха, чтобы на что-то надеялся, не знаю на что. Я же ему ясно дала понять, что у нас нет продолжения. Найди ты себе хорошую девушку. Девочки, может быть, вы смотрите. Пожалуйста, возьмитесь за него. Вот все пишут там. Я бы попыталась. Давайте встретимся. Почему вы не соглашаетесь встретиться? Или же вы, правда, уже испугались? Не знаю. Я пойму тогда. Нужна та единственная девушка для Филиппа. Я ему назад перевел его деньги. Свою часть оставила, не переживай. Но я и не переживала то, что он вернет ему средства. Надеюсь, они не будут перекидывать средства туда-сюда. Этого, конечно, я уже не узнаю. Но для вас, ребята, я сняла этот кусочек, потому что вы просили. Перевод был подтвержден якобы. Якобы надеюсь, что все прошло по-честному. Никто никого не обманул. И меня больше никто не обманывает. Потому что если я узнаю, что меня кто-то обманул, я обижусь на Даниэля, на Филиппа обижусь. И всех нафиг. Все. Хватит меня обманывать. Не люблю, когда обманывают. Напишем, больше не делай так. Он не заслужил. Он не заслужил и рубля от тебя, Даниэль. Тем более за спокойствие. Это же как-то, не знаю, странно так в игре. Проси человека. Можно было помочь девочке. Задонать девочке на подарок. Благотворительность провести. Он Филиппа задонатил. Понимаю, но я правда хотел как лучше. Верю. Я верю тебе, Даниэль. Поэтому не буду сердиться. Надеюсь, больше такого не повторится. А если повторится, я бы, конечно, его остановила. Если бы он начал со мной советоваться, стоит ли переводить деньги Филиппу или нет. Естественно, я бы его остановила. Как это я ей скажу, что да, донатиму миллион рублей, чтобы она от нас отвязалась. Сейчас надо уходить. Ты квартиру закрой, от него вдруг доставать начнет. Опа, точно. Это хорошая идея. Надо закрыть квартиру, чтобы меня не нашел Филипп. Ребят, у нас еще должна сегодня встреча с Люсей состояться. Я помогаю ей сейчас заданиями, чтобы она исполняла мои желания. Видите, какая вот хитрюга. Сначала она обещает то, что будет тоже исполнять мои желания. Потом ставит ультиматум. Если вы ждете видео, как Люся будет исполнять мои желания, то обязательно поставьте пальчик вверх. Если нет, то она все равно будет исполнять мои желания. На камеру или без, она мне обещала. Я должна вернуть свои вещи. Я ей подарки все свои отдала. Так что одно из моих желаний. Всем спасибо большое, кстати, за совет. То, чтобы она вернула мои подарки. И шкаф, который спер Сава. Сава вообще исчез куда-то. Не знаю, ребята. Я думаю, у них с Люськой что-то получится. Пока Сава не заходит и он тоже не развивается. Наверное, забросил своего аватара. Давайте напоследок зайдем в распродажу. Купим какую-нибудь новиночку себе. Чтобы уже заранее подготовиться ко встрече с Люсей. Ну, если она состоится. То она еще может не прийти. Эту девчонку я ловлю. Особенно сейчас, после Нового года. Люся там, наверное, отмечает еще. Котики, я вас всех очень сильно люблю. Всех с наступившим Новым годом. Желаю вам счастья, удачи, здоровья. Всем пока.